дорогие дамы и господа добрый день я приветствую вас на канале пока мы дома и с большим удовольствием представляю сегодняшнего гостя эфира андрей евгеньевич петров кандидат исторических наук российский историк член президиума российского исторического общества и наш большой друг поговорим сегодня об истории в целом и истории в формате онлайн которая как никогда актуальна в преддверии празднования юбилей 75-летия великой победы андрей евгеньевич мир экстренно переходит в режим дистанционного функционирования у рио есть много проектов ежедневно они обновляются музеи у экскурсии по музеям выставкам расскажите история в режиме онлайн это необходимая современная потребность дистанционные ресурсы дистанционное образование и дистанционные технологии культуры так скажем знакомство с памятниками культуры с нашим наследием это вообще-то уже давно реальность там много музеев наши ведущие музеи государственный исторический музей эрмитаж русский музей музей победы но масса музеев они все уже давно имеют разного рода виртуальные программы виртуальный тур по музею виртуальные выставки презентация тех или иных экспонатов мероприятия какие-то актуальные экскурсии все это уже давно и прочно вошло в обиход наших культурных институтов и на широком смысле институтов памяти потому что я бы сюда добавил еще архивы библиотеки которые очень много услуг предоставляют дистанционно нынешняя ситуация она так скажем спровоцировала неизбежность использования да неизбежность использования этих этих ресурсов потому что оффлайн сходить в эти в эти учреждения посмотреть выставку заказать какой-то документ в архиве сейчас достаточно достаточно проблематично поэтому внимание к этим уже существующим в основном ресурсам сейчас конечно конечно повышенная нагрузка повышенная с этим связаны некоторые некоторые перебои работе этих онлайн сервисов но это хороший вызов и для наших айтишников вот но вернусь к тому что реальность такова что это все а уже уже существовало будет существовать и дальше сильная сторона этого вопроса состоит в следующем музеи ничем не рискуют живое приобщение к историческому артефакту ничем заменить нельзя поэтому сейчас в людях копится такая знаете на такая невосполненная энергия я уверен что после того как разные ограничительные меры будут будут сняты нас ждет всплеск посещений музеев и других культурных культурных учреждений потому что музей это же ведь почему виртуальный музей невозможен в принципе философии музея заложена заложена очень важная вещь это не только показ каких-то штучек вещей там и тому подобное это учреждение которое организует хранение хранение символов хранение наследия их изучение их показ до далеко не самой большой части но каких-то может быть самых выдающихся предметов или тематически важных для той или иной выставки это настоящий культурный комплекс именно поэтому это ключевой такой институт институт памяти ничто не заменит живого прикосновения к духу эпохи ничто и никогда поэтому на знакомиться готовиться к возвращению в нашем музее библиотеки архивы нужно и все возможности для этого сегодня есть их предоставляют и наши ведущие образовательные платформы и платформа просвещение и российская электронная школа московская электронная школа там есть масса ресурсов ссылок на такие виртуальные программы но надо готовиться к тому что мы потом пойдем в эти музеи где мы ощутим запах и дух прошлого знаете сейчас запустили в флешмоб скучающие сотрудники музеев они выставляют фотографии с я думаю что увидели с листами 4 на которых написано никто не спрашивает год начала бразинской битвы никто не приходит с удостоверениями участника этой битвы но надо кстати что-то подобное запустить в какой первый музей пойдете после снятия в принципе наверно в музей современной истории я пойду потому что там открылась очень интересная выставка вот еще вспомнил водили на руководство страны по этой новой выставке которая на поклонной горе в музей победы мне тоже очень интересно посмотреть как там все сделали потому что это действительно какая-то современная такая по своим технологиям выставка с инсталляциями с военной техникой в этих инсталляциях внутри музея победы очень интересно очень хочу к александр яковлевичу школьнику туда заглянуть тем более мы же хотели как раз туда заглянуть для того чтобы подвести там итоги конкурса уроки победы собственно о чем будет следующий следующий вопрос для тех зрителей и слушателей которые вдруг не знают у нас завершился конкурс уроки победы международных методических разработок которые коснулись не только истории но и в принципе всех предметных областей туда же вошли метапредметные уроки и классные часы и социальный проект андрей генч расскажите потому что вы были и остались души этого конкурса но и одним из инициаторов это конкурс среди учителей он для учителей его результатом стал стало создание своего рода банка интересных и даже не побоюсь этого слова сказать в чем-то уникальных разработок которые будут служить еще долгое время они будут помогать нашим учителям по всей по всей стране причем не только учителям истории правильно совершенно сказали потому что номинации 11 это и прекрасные уроки по изобразительному искусству это музыка скажите замечательная музыка да это совершенно неожиданные даже по тематике очень интересные уроки значит по естественно научным и точным наукам но в частности все 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 жули были очарованы я помню вот этой работой по истории шифрования то есть прямо вот решение конкретных учебных но и конечно же воспитательных задач с помощью вот таких вот тем которые которые прямо связаны с нашей памятью о победе в великой отечественной войне о региональном этапе этого конкурса который проходил как раз с сентября по декабрь 19 года но почти по декабрь 19 года приняли участие почти 17 тысяч наших педагогов совершенно разных это и учителя и педагоги воспитатели организаторы каждая четвертая школа страны поучаствовали педагоги в этом конкурсе это вы знаете я хочу вам сказать очень очень широкий охват поэтому я хочу сказать что конечно конкурс на широкий победы удался это уже можно говорить сейчас и я думаю что осенний финал очный москве с подведением итогов на поклонной горе в музее победы он надо его сделать очень красивым достойным 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 того отклика который получил наш конкурс среди среди учителей и наконец мы получили некую обратную так как действительно сборник опубликован уже о нем уже пишут о нем уже говорят мы получили обратную связь от родителей не только от педагогов от родителей и так как нас ждут достаточно продолжительные длинные выходные родители тоже изъявили желание попробовать применить эти методические разработки на практике уже своими детьми я думаю что это тоже маленькая но победа по крайней мере к финалу у нас уже будут кейсы как на практике можно эти работы применить я просто же болею душой за проект говорить о нем могу бесконечно но у рио есть еще много проектов и например история семьи история победа в котором оба тура заочные вы уже умеете делать конкурсы дистанционными расскажите о тех проектах которые есть еще и которые быть могут быть может станут интересны для слушателей уже с точки зрения собственного традиционные уже несколько лет идущий конкурс который то также ориентирован на учителей тут уже учителей истории это конкурс история в школе традиции и современность который тоже тематически в этом году связан с юбилеем победы и я обращаю внимание там продлён срок подачи заявок и я думаю что еще есть возможность в нем в нем поучаствовать конкурс чтецов стихи победы но в общем но там там этот конкурс он традиционно красиво завершался на книжном фестивале красная площадь где финалисты этого конкурса читали стихи поэтому здесь наверное то финал будет все таки почтный но стадии отборов можно вполне действительно опыт определенный есть здесь большая заслуга фонда истории отечества который является главным оператором российского исторического общества и можно сказать так значит таким движком реализации вот этих вот этих проект поэтому всех приглашаем участвовать любые хорошие инициативы российское историческое общество старается заметить и и продвинуть используя значит авторитет нашего исторического сообщества но довольно влиятельно оно довольно авторитетно а насколько это помогает привить детям любовь к истории интерес к истории я допустим помню по себе по своим школьным временам у нас это было скорее такой необходимый необходимым элементом для того чтобы выпуститься из школы за вступительный экзамен в университет сейчас изменилось что-то здесь мы многое делаем для того чтобы курс истории формальный так скажем образовательный курс истории был интересным содержательным чтобы там можно было использовать разные такие интересные привлекающие внимание ну как бы со 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 размерные возрасту наших учащихся и второй момент это тот интерес к истории который который существует он в принципе заложен каждом человеке но я хочу сказать это наша сущность люди под этим историчностью своего сознания они отличаются от прочих живых существ на планете земля но по крайней мере от очень очень многих а вот и не быть историком человек не может просто это это иначе у него должны сбоить рефлекторные механизмы в мозге потому что мы историки по определению первый вопрос кристина который вы задали в этом интервью это уже история мое убеждение в том что наши дети искренне не сознательно даже любят историю любят рассказы о прошлом им интересна история семьи им интересна история своих родителей старших братьев сестер дедов и бабушек еще более далеких предков им интересна история края в котором они живут интересна история дома который он видит из окна какой-то там допустим старый дом если начать с ними говорить о том что им интересно это будет действительно яркое хорошее понятным конечно языком яркое хорошее погружение в историю конечно существует обратная вещь это такие обязательные как я те дежурные надо стараться этого избегать хотя само по себе все можно сделать интересным но для этого нужно приложить талант нужно приложить вы быть неравнодушным и нужно быть на одной волне так скажем с детьми если говорить про современную новейшую историю когда сегодняшний день станет историческим фактом а он станет безусловно как вы думаете что напишут ваши коллеги о весне 2020 года однажды такой вопрос задали задали одному очень известному члену еще императорского российского исторического общества даже воспитателю одного из великих князей василия гусиповича ключевского мы задали вопрос задали а когда вот собственно то что происходит сейчас становится историей и он тогда ответил о том что должно пройти два-три поколения для того чтобы событие полноценно перешло уже в руки руки истории я думаю что весна двадцатого года гораздо раньше войдет учебник истории потому что когда была разработка историко-культурного стандарта и концепции преподавания истории были большие споры о том до какого периода надо доводить историю современности была точка зрения что то надо надо ее доводить только до предыдущего правителя действующего значит но это это точка зрения не получила поддержку получил поддержку такой подход который говорит о том что наши дети выпускники а это 11 класс они должны ориентироваться вообще в том что происходит сейчас и понимать понимать из каких процессов это вытекает поэтому обновление на обновление учебников обновление на программ по истории она проходит регулярно и на этот счет есть особое поручение президента россии регулярном обновлении содержания образовательных программы стандартов образовательных соответствии с новейшими тенденциями развития науки технологий ну и вообще жизни здравого смысла поэтому уже достаточно скоро весна двадцатого года будет на страницах учебников но я надеюсь что не только из-за каких-то негативных сюжетов я думаю что год запомнится и 75-летие потому что неизбежно теперь будем отмечать эту дату везьбу это правильно и важно чтобы импульс этого юбилея продолжался и дальше и чтобы дай бог здоровья нашим ветеранам самому молодому из которых сегодня 93 года я говорю только об участниках боевых действий многие еще старше поэтому здоровья им и дай бог чтобы они просто были чтобы мы могли понимать что они где-то тут рядом с нами те люди которые прошли те страшные четыре года и закончили войну в берлине победив бесчеловечный жестокий фашизм насколько необходимо детей вовлекать процесс празднования дня победы это связано с образовательными организациями ну линеек физически как это было в до до эпидемиологические времена нет но все же но все же насколько важно для родителей для педагогов для общества интегрировать в жизнь ребенка современного не имеющим никакого представления этих военных годах память память о войне сколько это нужно и зачем знаете я вот не молодой ребенок уже но иногда себя чувствую могу поставить на место на место детей очень хорошо помню себя в каком-то подростковом возрасте попробовали бы меня не вовлечь в празднование 9 мая на салют там не сходить до какую-то там демонстрацию не посмотреть я бы этого не понял честно говорит поэтому детей вовлекать конечно надо но я боюсь что там проблем то будет в другом удержи удерживать их тоже иногда надо каких-то каких-то рамках потому что мне кажется что дети они и сами готовы участвовать в таких в таких мероприятиях это первый момент второй момент мы уже говорили об этом смотря какое мероприятие какие-то очень важные движения настоящие можно прийти к этим ветеранам но понятно что сейчас это делает только особые группы добровольцы волонтеров чего же человек может заявить себя в качестве волонтера совершенно верно вот очень правильно да потому что есть у нас вот это движение волонтеры победы улица с Ольгой Амельченковой мы очень тесно взаимодействуем дружим и пожалуйста пополняйте ряды этого движения ребята делают совершенно важные именно социально важные и культурно-исторические если хотите тоже очень важные важные дела дело даже не только в уходе за ветеранами ведь есть есть масса масса других активностей в том числе и познавательных образовательных на из таких вот таких познавательных культурно-познавательных акций возьмите посмотрите как современные фильмы достаточно много о войне и посмотрите какой-нибудь какой-нибудь фильм классический как можно теперь так говорить классический они сражались за родом не знаю белорусский вокзал летят журавли отец солдата вот эти фильмы посмотрите и сравните это же вот и есть собственно воспитание вкуса воспитания культуры пусть ребята поучаствуют в этом выскажут свое мнение замечательные образцы которые конечно я бы я бы рекомендовал и даже с точки зрения погружения в исторические события это конечно дюнкерк из последних пневм 19-17 которые конечно очень талантливы и хорошо сделаны я обратил внимание что даже реконструкция там траншей какого-то быта окопного она очень очень точно эпохи первой мировой войны но это касается первой мировой войны то есть она еще дальше от нас стоит уже больше ста лет но оказывается это возможно поэтому я думаю дело не во времени не в удаленности тех или иных событий ну надеюсь что будет что-то что-то у нас интересное выдающиеся и на это поприще такие вещи кино как правило является тем катализатором который тоже стимулирует интерес к прошлому истории даже если там содержатся какие-то на исторические точности главное чтобы правильно был передан на дух дух эпохи дух каких-то событий и главное воспитательные какие-то на моменты связанные с поведением людей в тех или иных ситуациях это то и учит конечно есть уроки истории дорогие дамы и господа я напоминаю что сегодня в гостях у нас был Андрей Евгеньевич Петров кандидат исторических наук член президиума российского исторического общества и большой друг группы компании советского просвещения до свидания спасибо спасибо вам Субтитры сделал DimaTorzok